Это коллекция дома Романовых. Петр Георгиевич Ольденбургский, собственник этих книг. Это мы знаем благодаря экслибрису, который оставили на книжных форзацах. Это книга немецкого поэта Фридриха Шиллера. Ее издали в первой половине XIX века для внука императора. Он тогда был без ума от европейских авторов. В 1937 году Фолиант попал в Челябинскую библиотеку. Сейчас произведение хранится в отделе редких книг. Познакомиться с ней удавалось не всем. Книгу представляли только на выставках. Позже оцифровали для электронной библиотеки Челябинска. Теперь произведение Шиллера можно будет увидеть и в цифровой национальной библиотеке в разделе «Книжные памятники». Туда берутся только, я бы сказала, наиболее полные коллекции. Многотомники полные, какие-то документы выдающихся личностей. Все издания должны быть зарегистрированы в реестре книжных памятников. На редкие экземпляры даже составляют паспорта, где указано все, что известно об издании. Сотрудники библиотек проводят полное исследование литературы. В этом году из Челябинска в национальную библиотеку попадут 23 книги. В среднем на сканирование документа уходит 2 часа. Обработка графических образов, составление электронной книги. Если нужно, например, текст распознать или создать электронное оглавление с гиперссылками, чтобы пользователю было удобнее читать, то тоже на это тратится время. Чтобы книгу поставить на учет в библиотеку, загрузить на север, тоже тратится. Это еще примерно 2, 2,5 дня тратится. До 2024 года планируется оцифровать около 100 документов из публичной библиотеки для проекта «Книжные памятники». Кроме Челябинска в культурной акции принимают участие еще 50 регионов.